Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова социально значимых проектов. Опыт признали успешным и с этого года новый образовательный модуль внедрен во все вузы страны. С начала прошлого учебного года студенческие команды реализовали 860 социальных проектов, участниками которых стали более 52 тысяч студентов и более 1300 преподавателей. Для развития программы был создан консорциум, к которому присоединилось более 80 партнеров. С заказчиками являются сами некоммерческие организации, иные образовательные учреждения, большие компании, заводы. У них у всех есть определенная социальная задача и студенты собираются для того, чтобы ее решить. То есть для того, чтобы как раз таки достичь высоких результатов и показателей, нужно просто, чтобы от, скажем так, разных секторов нашей страны был запрос. Нам снизу видно все, ты так и знай. Можно сказать, что в основу обучения служением положен парафраз известной песни. Студенты, окунувшиеся в деятельные процессы различных НКО, теперь сами видят, как работает гражданское общество. От небольшой помощи для тех, кто хочет развиваться и творить, до проектов, которые можно уже назвать глобальными. Главное, и там, и там нужна и поддержка государства, и, что более важно, активное участие волонтеров. Нам, конечно, важны и более высшие уровни помощи. Мы понимаем, что у нас нету всех компетенций. Мы хотели бы иметь возможность обучаться у более профессиональных СМИ людей. И также для нас важно обеспечение, возможно, неким материальным фактором. Это могли бы быть фотоаппараты и другая видеотехника. Без поддержки тех людей, которые не со стороны власти, а со стороны студентов, просто молодежи, а помогают разрабатывать какие-либо проекты. Это прям та помощь, которая необходима. Это тот взгляд, который на самом деле может быть правильным, потому что, возможно, до государства, до высших органов управления не доходят какие-либо социальные проблемы. В этом году на установочные встречи сессии со студентами общались руководители и представители Ассоциации приемных семей опекунов Ульяновской области, фонда поддержки кинематографии Ульяновской области, дирекции парков Ульяновска, которые размещают на платформе добро.рф свои запросы к вузам на выполнение конкретных работ. Обучение служением, творческая и деятельная консолидация молодежи и общества в целом получила высокую оценку региональной общественной палаты. Общественная палата Российской Федерации, общественная палата регионов – это тот мостик для активистов, для НКО, для гражданских инициаторов, которые уверены в том, что развитие некоммерческого сектора в стране зависит в первую очередь от них. Государства заинтересованы в развитии некоммерческого сектора, а молодые люди заинтересованы в собственной самореализации. И вот как раз площадка общественной палаты – это тот коммуникатор, который по закону в общественной палате призван работать вместе на благо нашей страны. Любой современный университет не только учит и предоставляет возможности для научных исследований, но и участвует в развитии региона, взаимодействует с обществом, реализует социальные программы и воспитывает активных и ответственных студентов. Обучение служения позволяет им приобрести дополнительный опыт по профессии и практику в решении реальных задач, повысить уровень личной и социальной ответственности, развить софт-скил и научиться проектному мышлению. Помогает тем, кто в этом нуждается, по зову сердца, ничего не требуя взамен. Добрые дела для волонтеров не просто проявление добровольческого дела, во многом смысла жизни. Поделиться своими наработками, обменяться опытом и повысить свои компетенции. На ежегодном добровольческом форуме «Лучшие из лучших» рассказали о своей формуле добра. Внимательно послушала Екатерина Горбачева. Люди с горящими сердцами, которых объединяет бескорыстное желание помогать. Ежедневно волонтеры запускают бумеранг добра, работают в больницах, помогают пожилым людям и многодетным семьям, поддерживают ветеранов. Список благородных дел бесчисленен, как и причины, по которым с малых лет выбирают идти по дороге добра. Волонтерство для меня это то испытание, где я могу везде участвовать, узнавать больше нового. Для меня это помогать людям. Я даю также совет по первой помощи, всякие медицинские эксперименты. У нас также бывают, проходят курсы. Для меня волонтерство это в первую очередь работа с людьми, развиваться, добиваться каких-то новых целей, участвую в форумах. Когда ты помогаешь человеку не за какой-то выгоды, получается. Ты помог человеку и на душе становится очень тепло и уютно. У тебя осознание того, что ты можешь в общество какой-то вклад свой принести, быть полезным. Я волонтерством занимаюсь, наверное, всю жизнь от старшей вожатой. От тимуровских времен. Это мое хобби. Мы там, где в нас нуждаются. И поэтому целая, вся моя жизнь посвящена вот именно не сколько домашнему чугу, а сколько там, где нас ждут. Людмила Иванова – педагог с 30-летним стажем. Свою жизнь посвятила не только обучению детей и прививанию нравственных ценностей, но и помощи. Сегодня серебряные волонтеры, рассказывающие о маленьких подвигах земляков. Рассказала про замечательную семью Масловых. Это в Павловке проживает такая семья. Они всей семьей занимаются гуманитарной помощью. Они сделали группу за наших. И в этой группе они привели очень много волонтеров, добрых граждан нашей Ульяновской области, не только. И почти каждый месяц они выезжают на передовые участки СВО. К бойцам везут то, что им необходимо. Большой опыт, история о бескорыстии, мужестве и человечности – эффективные стратегии развития волонтерского движения в регионе. Сегодня программу добровольчества активно поддерживают не только дарители добра, но и региональные партнеры, члены общественной палаты, представители власти, а также наш телеканал «Репортер 73». Сегодня у нас 21 победитель, и это чуть больше, чем в прошлом году. И заявок в этом году у нас было подано больше. На что направлена премия? Премия на поддержку гражданских инициатив, на те проекты, которые направлены на помощь людям. Сегодня в регионе действует 13 направлений добровольческой деятельности. Появляются и новые. Например, научное волонтерство для проведения социологических исследований и привлечения молодежи к экспериментальной деятельности. Екатерина Горбачева, Максим Архипов, «Репортер 73». Не имея родного угла, проблеме с жильем для детей-сирот не один год. Выданные метры часто оказывались в околоаварийном состоянии. Местоположение квартиры домов также оставляло желать лучшего. Решить проблему были призваны сертификаты. Их в Ульяновской области ввели в прошлом году. Повлияло ли это на ситуацию и когда ждать обещанного? Я ожидаю сертификат в течение трех-двух месяцев. Ответа пока что нет. Конрашки, Андрей Александрович. Сертификат ожидаю уже очень долгое время. Сделка состоялась, но министерство строительства говорит, что денег нет. Ожидайте даже 2025 года. Заключили сделку и сдали документы еще в июле, но, к сожалению, ответа никакого нет. Денег нет. Ждем. Неопределенный срок. Точных сроков не называют. Сертификаты на покупку жилья появились в прошлом году. Инициатива должна была избавить детей-сирот от неудобств при получении своего метража. А неудобства были и с удаленностью от города, и с состоянием апартаментов. Проблема была и с длительностью очередей. Я только заступил в должность. Увидел, что больше двух тысяч очередь. И темпы вытащили квартиры, они были намного меньше, чем темпы просто в очереди. За два года нам удалось стабилизировать, и уже началась обратная динамика. То есть очередь начала уменьшаться. На протяжении какого-то времени сертификаты были обеспечены денежной массой, если люди, естественно, покупали жилье. Сейчас, на данный момент, сертификаты не обеспечены денежной массой. И дети-сироты, которые принесли все документы, обратились ко мне. После записи видеообращения Марию Писареву пригласили в правительство. На встрече с губернатором и министром ЖКХ и строительства проблему подтвердили. В региональном бюджете действительно не хватает средств. Однако оставлять сирот на призвол судьбы никто не собирается. В этом году у нас 236 в квартире будет предоставлено, дети и сила там. Помимо этого у нас 33 сертификата уже оплачены, которые были выданы. И это по нашей полосной сертификаты. Еще 11 сертификатов оплачены уже по федеральной. А вот сумма у нас на 136 миллионов в квартире. Алексей Юрьевич месяц сейчас как бы гарантировал, что на следующий год в бюджет будет заложено больше средств. То есть, возможно, будет еще возможность в конце года что-то изменится. Но мы должны понимать, что нас не забыли, детей и сирот. С нами работают, нас помнят. Ульяновская область в этой ситуации не одинока. Проблему с нехваткой средств все решают по-разному. Но никто не оставляет ее без внимания. Как, например, в Нижегородской области. В Балахнинском районе ключи от новостроек получили 19 человек. Во-первых, мы достроили недострой, которому годы лет пять уже, наверное. И второй момент, что мы наконец-то первый раз детям-сиротам дали квартиру в новом доме. Борются с проблемой и в еще одном регионе ПФУ. Контроль прокуратуры и внимание региональных властей. Вот, пожалуй, два фактора, которые вместе смогли сдвинуть большую проблему, такую как обеспечение жильем детей-сирот. Всего пару лет назад в Мордовии очереди из детей-сирот, которым нужны квадратные метры и которым положены квадратные метры, достигало полторы тысячи человек. Сейчас эта цифра значительно меньше. В Кировской области проблему пытаются решить за счет сокращения площади выдаваемого жилья. С 26 квадратов до 22. Почему мы, в принципе, поддержали данную инициативу? Так как у нас довольно-таки очень большая очередь, которая, в принципе, не двигается вообще. И мы надеялись все-таки, что она начнет как-то двигаться и дети получат хотя бы какие-то квадратные метры. Как и в других регионах, в Ульяновске правительство не снимает с себя обязательств по обеспечению сирот жильем. Помочь с этим может и федеральное субсидирование. Внимание! Губернатор к вопросу должно ускорить процесс. Более сотни площадок представители туристической сферы регионов и зарубежных стран, компаний, чья деятельность связана с организацией отдыха. В Москве завершился 30-й форум-выставка «Отдых-лежа». В течение трех дней участники событий знакомили гостей со своими предложениями и выстраивали диалог с соседями по павильонам. Туристический сегмент – важное звено экономической системы. Каждый регион заинтересован в привлечении как можно большего числа гостей в их возвращении. Для этого непрерывно ведется поиск новых точек притяжения, совершенствуется инфраструктура. Давно известные бренды меняют формат своей презентации для расширения круга целевой аудитории. Уже 30 лет отдых помогает резидентам обменяться опытом и завоевать внимание потенциальных потребителей турпродукта. С площадки в экспоцентре материал Веры Мещеряковой. Нам очень важно постоянно оставаться в диалоге и обмениваться новыми идеями. Коллеги, я желаю успехов, продуктивной работы и полезных контактов на форуме. Пусть туризм в нашей стране становится интереснее и доступнее и дарит больше положительных эмоций для всех, кто путешествует по России. Диалог состоялся. Сегодня предпочтения российского туриста отданы поездкам по родной стране. Санкционное давление недружественных государств сработало как поршень ренессанса внутреннего туризма. Россия изобилует собственными курортами, культурными феноменами, историческими и природными памятниками. Многие знаменитые люди приезжали к нам на лечение. Вы, наверное, знаете Льва Николаевича Толстого, Михаила Юрьевича Лермонтова. У нас очень много мест связано именно с именами великих поэтов и писателей. Многие, кто приезжают к нам, погружаются в эту атмосферу, проходят по тем же местам. У нас очень прекрасные горы. Также в городе Псегорске у нас две горы. Гора Бештау, гора Машух, на которую мы можете также подняться самостоятельно. У нас есть национальный фестиваль. Это Гербер и Бык-Быт. Там вы можете почувствовать этнику, почувствовать удмуртское гостеприимство и попробовать национальное блюдо нашей Удмуртии. Еще один главный фестиваль – это фестиваль на родине искусств Петра Ильича Чайковского. Ведь именно в городе Воткинске в Удмуртии он родился и провел первое свои восемь лет. В руках туриста живая энциклопедия. И ее страницы – это города и села России. Память о выдающихся земляках хранят в каждом регионе нашей страны и готовы рассказать гостям о прославленных деятелях искусства, науки, медицины, политике, спорта. Есть в туристическом меню экскурсионные программы, калейдоскоп фестивалей, активный отдых. Кому что по вкусу. Проверенные временем предложения откликаются на современные запросы. На подъеме такие свежевеяния, как промышленный, медицинский или корпоративный туризм. Крупнейшие туристические кластеры, которые собирают и туристические услуги вместе, и классное размещение, и фантастические возможности для конференций, также каких-то активных досугов истории, застройки площадки. Все это происходит на территории области в абсолютно разных регионах. У каждого участника свои находки, свои обкатанные способы привлечения гостей. Форум дает возможность понаблюдать за соседями, чтобы после постараться приземлить новшества на собственной реалии. Второй день юбилейного 30-го форума «Отэклэжа» получился менее насыщенным деловой программой, но не менее ярким и красочным. Посетителей много, и все их внимание посвящено сегодня стендам и площадкам, которые вовсю предлагают свою туристическую продукцию, приглашают гостей, показывают свое гостеприимство и радушие. И, собственно говоря, такая более камерная, менее официальная обстановка способствует достижению главной цели размещения на площадке форума. Национальный колорит и региональную идентичность представили и дружественные страны, заинтересованные в партнерстве с Россией. Русла для турпотоков уже проложены. Важно сделать свое направление популярным. И если, например, стенд Египта на форуме не новинка, то Оман в этом году заявила себе впервые. «Сейчас мы стараемся продвинуть Оман в Россию, показать все красоты, все пейзажи, все возможные долины, горы, показать, насколько прекрасен Оман во всех своих проявлениях. Мы видим, что со стороны России появляется все больше интерес. Это очень радует». Путешествия помогают смотреть на мир под широким углом, но внимание вызывают зависимость. В погоне за незабываемыми впечатлениями туристы ищут новые, подчас неожиданные маршруты, проходят и проезжают тысячи километров, пополняя багаж ярких эмоций и воспоминаний. Форум-путеводитель этого года завершил свою работу, чтобы к следующей встрече участники собрали новые идеи, новые работающие предложения для своих гостей и открыто поделились успехами с соседями, ближними и дальними. Юра Мещерякова, репортер 73. Было ли это, был кинотеатр под открытым небом. С современной аппаратурой в поселке Солдатская отошла Тенгульского района. Это стало возможным благодаря активистам местного ТОС. Выносили идеи, написали грантовую заявку и получили серьезное финансирование. Между тем, это не единственный ТОСовский проект, поддержанный рублем. Еще большую сумму сельчанам выделили под воплощение творческой задумки сельского народного кукольного театра. Татьяна Домоданова заехала на репетицию. Ну как вы думаете, с чего это кукла? Малярный скотч и туалетная бумага. Ничего себе. Да. Все начинается с человека. И вот он конкретный пример. Три года назад Олеся Чижикова заступила на совершенно новую для себя должность сельского библиотекаря. Ей досталось обветшалое помещение ДК в Солдатской отошле и весьма скромный книжный фонд. Поняла, книгами людей не заманишь. Нужна оригинальная совместная деятельность. Так появился вертепный кукольный театр для детей под руководством женщины-оркестра. Олеся Геннадьевна сама изготавливает куклы, костюмы, сценарии, доводя собственную задумку до собственной реализации. Первые спектакли сельчане приняли на ура. Мы – самодеятельность. Это слово немножко затерли. Самодеятельность – несерьезно, нереально, неинтересно, но примитивно. На самом деле мы исходим из начала. Сама деятельность. Нам важно детей научить. Ну вот, а это, кажется, дети. Сразу после школы – в кукольный театр. Создать его на базе уже существующего вертепного помог энтузиазм и выигранный грант почти в полмиллиона рублей. Деньги позволили закупить необходимые материалы и специальную аппаратуру. Количество желающих управлять куклами и приобщаться к искусству неустанно растет. Скажи, привет, заяц. Привет, заяц. Привет, заяц. А заяц отвечать будет? Здравствуй, милая лиса. Здравствуй, милая лиса. Возраст артистов-кукольников от шести лет и до. До недавнего времени старше 18-ти в списках не значилось. Однако грантовая поддержка оказалась столь заметной, что за кулисы потянулись и те, кто постарше. Куклы нравятся всем. Кукольный театр – редкость. Мы не претендуем конкурировать с нашими профессионалами, нашим ульянским театром. Нам до них, до Парижа. Но мы живые, мы берем всех, мы не отбираем никого. Появилась третья группа. Они говорят, мы тоже хотим, наши бабульки, дедульки. Уже сейчас обновился состав рождественского спектакля и расписывается сценарный план пасхального. Совместными усилиями готовится постановка «Черная курица» по мотивам произведения Погорельского. А в замыслах – филатовский сказ о Федоте Стрельце. Репетиции в основном здесь, в библиотеке. Чуть позже состоится выход на местную большую сцену. Приходим, заранее готовим, одеваемся в костюм и все. Пока всех ждем, мы разговариваем, волнение сразу же уходит. Дальше во время спектакля ты концентрировался на что-то, ты забываешь просто про волнение. Не сильно как-то охота бросать это дело, потому что по душе нашлось. По душе настолько, что семиклассница Нина уже профессионально определилась, собирается поступать в театральный вуз. У Арины, которая, кстати, дочь, руководительница и главная мамина помощница, тоже есть планы. Мне это интересно. Еще я хочу создать об этом отдельный канал. Я там буду объяснять, как делать куклы, какие у нас будут спектакли, потому что моя сестра обычно снимает на камеру, и я это буду выкладывать. Да, и в принципе, думаю, она берет много просмотров. С началом учебного года репетиционный процесс ускорился. В перспективе Народного кукольного театра – гастрольное турное по Ульяновской области. Ну а на домашней сцене их рады видеть всегда. Они видят то, что мы делаем, и говорят спасибо, что мы там сделали лучше, там сделали тут лучше. То есть на базе, на основании ТОС мы двигаемся. Я надеюсь, что когда в следующий раз вы к нам приедете, на библиотеке будет большими буквами написано «Библиотека сотворчества». Потому что конечным итогом на самом деле является обучение детей писать тексты, писать сказки. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73. Музыка двух русских гениев прозвучит в воскресенье на концерте Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Темы произведения объединенных в программу «Симфонические танцы. Трагедия Второй мировой войны в симфонических танцах Сергея Рахманинова и торжество по поводу победы в Отечественной войне 1812 года в торжественной вертюре 1812 год Петра Чайковского. В этой музыке переплелись все переживания Сергея Васильевича Рахманинова, не только личные по поводу своей эмиграции, по поводу отсутствия дочери, которая жила в это время в Европе, и переживания за всю страну. Симфонические танцы – любимое детище Рахманинова, в трех частях которого он воплотил и идеальный образ Руси, и ностальгию по былым временам, и весь ужас от происходившего в мире в 30-40-х годах 20-го столетия. Увертюра 1812 год Чайковского посвящена Великой Победе русских войск в войне с Наполеоном и приурочена к 25-й годовщине вошедствия на престол императора Александра II. Для первого исполнения увертюры на площади перед Храмом Христа Спасителя привлекли грандиозный по составу оркестр с поставленными по бокам настоящими пушками. В финале они давали победные залпы, а к оркестру мощным звоном присоединялись храмовые колокола. На концерте Ульяновского симфонического оркестра роль пушек и колоколов предстоит выполнить ударным инструментом. Я лично от себя и от нашего симфонического оркестра приглашаю всех наших поклонников, любителей классической музыки 22 сентября во дворец творчества на наш замечательный концерт. Работа в Москве поварами-блинопеками, сети ресторанов «Теремок». Достойный заработок и выгодные условия труда вахтовым методом. Опыт работы не обязателен. В нашей школе блинопечения мы сделаем из вас гуру приготовления настоящих блинов с авторскими начинками и исконно русских блюд вне аналогов мировой кухни. 8 800 333 31 20. Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий – одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский омоновец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм. Победим и терроризм. 9 месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я правильно понимаю. Дело в том, что произошел вход в ваш личный кабинет с нехарактерного для вашей учетной записи мобильного устройства. Взоре последовала смена финансового номера, о чем я вам уже говорил ранее. И проследовала подача заявки на аккредитование. Так как эти события произошли в короткие сроки, вызвало подозрение. Поэтому мы связали. Поделитесь новостью по телефону 304073 или в наших соцсетях. По номеру 304173 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите нас в эфире, ВК-видео и на других медиаплатформах. Подпишитесь в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках. И будьте в курсе реальности.